вы поменялись местами качели поменялись местами сейчас вы как бы эгоизм проявляете а он слабеет то что выслабить очень крайне ситуацию алкоголик он не работает он за счет того что я зарабатывать на себя и детей вопрос такой я там уже слушаю ваши лекции меня в этот год меня произошли большие изменения в своем мироощущении молодец все правильно рассказывайте вы рассказывать как побеждать судьбу но давать на мой мнение не то не вопрос давайте я вам вопрос да задам а вот когда вы стали счастливой вы как будто бы в этой ситуации как заново родились вы стали счастливой он ведь получше чуть стал стоп 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 есть два только варианта или он от вас отдаляется уходит как бы от вас из вашей жизни и он становится лучше какой из этих двух вариантов вашем случае работает удаляется женщины в удивительные люди они пришла одна женщина муж стоял за дверью она говорит олег геннадьевич у меня мужик вообще вот понимаете ну вот я стараюсь изо всех сил никаких изменений нету как с ним можно жить я говорю а где муж там грана говорит там за дверью стоит игру на пригласите его и мы начали общаться с мужем она говорит ну вот вот олег геннадьевич он курит я говорю вы курите он говорит я уже почти бросил я раньше курил 10 сигарет а сейчас курю меньше одной в день она говорит не хочет молиться я говорю вы молитесь он говорит полчаса в день молюсь и и так далее то есть она делала утверждение потом я его спрашивала оказалось совсем иначе все не так и знаете в чем проблема заключается проблема заключается в том что она не поняла что она вышла замуж за мужчину в этом проблема потому что в мужской психике перемены происходит крайне медленно и крайне трудно мужская психика она очень сильно направлена в одно направление пусть даже в деградацию и поменять рельсы очень сложно мужчине надо прилагать колоссальные усилия чтобы поезд поехал в другую сторону а женщина она просто не понимает что это так и говорит нет он как бы не меняется вот смотрите она сейчас рассказала этапы победа над своей судьбой это необычный человек главные этапы уже пройдены слушайте внимательно первый этап человек просто начинает несмотря на ситуацию не бросая близкого человека начинает правильный путь то есть человек обращается к богу начинает духовной практикой заниматься начинает работать над собой и при этом сохраняет семью находясь рядом с человеком который деградирует человек невежести или вторая стадия она утверждается в своей работе над собой утверждается в духовной практике и создает еще структуру в которой она дает заботу другим в этой духовной практике данном случае это клуб благость смотрите что дальше в этот момент когда она утверждается он останавливается своей деградации женщине это понять невозможно потому что она же хочет сразу чтобы он в облаках летал он не летает теперь смотрите что дальше происходит она утверждается в своей и и побеждает фактически свою судьбу в тот момент когда женщина чувствует вот это чувство когда приходит несмотря на то что у меня муж деградировал как она говорит хотя он уже в это времени деградирует я чувствую себя хорошо у меня жизнь наполнена у меня все хорошо поднимите руку женщину кого-то как такое произошло сейчас пожалуйста я вас умоляю не бросайте своих близких людей вы уже всю основную работу сделали понимаете вы потом дальше только хорошие будете видеть в этот момент он уже не может деградировать дальше все его деградация останавливается и он начинает улучшаться но его попытки улучшаться кажется для женщины просто мизерными потому что он мужчина не женщина это женщина из своей на лекции раз и все поменяла в жизни потом раз и надоело все им этим заниматься опять живу как раньше все очень быстро понимаете мужчин так не бывает а вы согласны с тем что говорили я может что-то сочиняюсь сейчас он живут стал чуть-чуть лучше стал ну здорово скоро будет еще лучше еще там конечно всегда будет хотеться больше чем есть на самом деле какова природа женская и хочется всегда больше от мужчин знаете мужчина эксплуатирует весь этот мир а женщина эксплуатирует только мужчин поэтому она никогда не согласится с его несовершенством потому что там находится объект ее наслаждение и на в мужчине находится объект женского наслаждения в этом мире ее сознание направлен только в одну точку вы бога поставили выше мужчины это победа для любого человека начать бога высший человек оставит вся его жизнь становится прекрасно это называется вера в бога остальные все люди берет людей из 3 типа людей одни люди верят в людей это люди в страсти они верят в свою мечту и всегда ради этой мечты живут они думают что у них будет светлое будущее вот это роман несмотря на то что олег геннадь сказал что такого нет у меня все равно будет это люди в страсти они верят в это вот вот это вот принц на белом коне там и все прочее это вот дурманом сладким вела они в это верить ради этого живут что когда-нибудь это к ним придет есть люди в невежестве которые верят только в себя и хотят нахрапом победить этот мир люди которые через насилие действуют все женщины что мужчины такие люди несомненно потерпят неудачу жизнь есть еще третья категория людей это люди которые поняли что на первом месте всегда в жизни стоит высшая личность или святость да человек это понимает тогда все остальное в его жизни обязательно устроиться обязательно на сто процентов когда он сдаст свой экзамен дополнение вполне небольшое спасибо вам что мы стали очень важно у нас сколько время то чувствую у нас еще чуть есть время нет нет все вопросы дальше мы двигаемся темы у нас есть темы и так разводы их причины главная причина разводов такая давайте немножко мы с вами поговорим просто о системе которая есть я не не часто в современной науке вижу гениальные вещи которые действительно существуют в жизни но разок я в 1 1 психолога по семейным отношениям увидел одну кривую буква в это кривая означает то что есть на самом деле это и есть то что бывает сначала люди влюбляются друг друга и у них очень много счастья потом они привыкают друг другу и постепенно узнают что у них есть эгоизм в это время они живут уже не менее 5 6 лет вместе и когда приходит время 7 8 9 лет их отношения находятся на пике самого низа потому что вот эта вот идея что я с мечтой своей буду жить терпит полная фиаско никакой мечты нет все люди имеют недостатки и эти недостатки всегда будут причинять боль у женщины женские недостатки причиняет мужчине боль мужчины мужские причиняют женщине боль и так далее в это время если они эти люди не начали заниматься духовной практики практикой шансов сохранить семью нет за исключением тех случаев когда люди просто тупо живут друг с другом на этом низу не имея никакого счастья никаких отношений просто как два растения рядом стоят и растут каждый в своем горшке в разных комнатах если человек начинает заниматься духовной практикой и понимает что близкому человеку надо отдавать а брать надо не у него а у бога потому что все хотят брать друг от друга с этого момента его буква в начинает идти в другую сторону и он просто служа близкому человеку заботясь о нем первое время не имея никаких чувств к нему вообще вдруг какой-то момент замечает от него благодарность симпатию хорошие качества и все все самое лучшее что может быть человеке этот человек замечать постепенно служа ему его буква в повышается до самого верха доходит до самого пика опять и человек видит что он победил свою судьбу это в это уже означает что в это время пришло уважение в семье пришло пришла верность он знает что это единственный человек его жизни и другого ему не надо и дальше в результате старения организма отношения чуть-чуть становится более холодными из-за того что старость всегда все остужает но нет не из-за того что они они как бы должны разойтись там и так далее теперь большинство людей разрушают свою семью вот когда чуть чуть пошло вниз потому что они вообще ничего вниз не хотят они хотят только гулять то есть их концепция жизни это страсть означает просто наслаждение телом близкого человека такие люди хотят только наслаждаться друг другом это выражается в виде сначала в виде влюбленности и романов то есть сначала они романами живут своими и разрушают отношения если роман заканчивается а потом они просто тупо ищут себе партнера по половым отношениям вот эти гуляки никогда не смогут создать семью пока они не поймут что надо терпеть близкого человека и страдать ради него вторая категория людей это невежественная категория они могут создать семью невежественное отношение к семейной жизни следующая категория людей это те которые понаслаждались друг с другом сильно привязались у них создались семья есть дети они мучаются друг с другом но бросать не могут потому что на что-то еще рассчитывают они живут вместе и мучаются и в отношении все потихоньку хуже становится почему потому что они все больше узнают насколько человек по природе эгоистичен через своего близкого человека узнают вообще людей насколько люди по природе эгоистично узнают об этом постепенно отношения приходят до ручки но если человек начинает заниматься духовной практикой служить богу то вот это все сглаживается и буква в может стать совсем не глубокой потому что знайте что как только начинается служение близкому человеку бескорыстного бескорыстное бескорыстие невозможно найти в семейной жизни если человек не поклоняется богу невозможно вытащить из себя из бескорыстия потому что желание счастья от близкого человека настолько сильное настолько упорное что избавиться от него своими силами без духовной жизни без помощи святости невозможно никому поэтому пока у вас не появится алтарь в квартире пока вы не начнете служить богу в своей вере своей традиции в своей культуре ничего не меняя поздравляю вас с праздником пока вы не начнете это делать никаких шансов сохранить семью нет мои хорошие потому что сил не хватит сил не хватит большинство людей разводятся в начале потом те которые смельчаки которые проживают еще где-то через 8-10-12 лет совместной жизни те кто проживают больше или мучаются какое-то время друг с другом или буква в начинает идти вверх а тут уже расстаться невозможно потому что человек видит то что он хотел в жизни настоящие чистые светлые отношения начинают появляться в его жизни итак слушайте меня внимательно если вы видите что в вашей семье вы очень жестоко относитесь друг к другу это значит что богом в вашей жизни даже и не пахло потому что бог проявляется в личной жизни как совесть а если вы ведете себя бессовестно друг с другом значит веры в вашем сердце нет вы даже при этом можете заниматься духовной практикой духовная практика означает совесть всегда в личных отношениях можно там приходить где-то рассказывать что-то друг другу вместе какие-то программы запроводить потом приходить домой и орать на близкого человека это означает что бог в сердце еще не появился бог означает совесть совесть означает способность принимать человека прощать и терпеть Так действует совесть в сердце человека. Вторая категория людей. Если в ваших отношениях нет жестокости, но также нет и глубины, если вы не можете открыть сердце друг другу, если вы живёте ради совместных каких-то интересов, пусть это будут дети, квартира или что-то ещё в этом роде, то это значит, что Бог уже есть в вашей жизни, но очень слабо, очень слабо. И пока вы не усилите свою духовную жизнь, не будете заниматься ей серьёзно, отношения глубокими не станут, потому что эти отношения формальные и отношения возможности наслаждаться друг друга и терпеть друг друга. Знаете большинство людей, для чего живут рядом друг с другом? Для того, чтобы пользоваться энергией друг друга. Мужчина приходит домой, потому что ему нравится жить в энергии женщины. Она спокойная, приятная, заботливая. Женщина находится рядом с мужчиной только потому, что ей нравится энергия мужчины. Это мужчина, на который можно положиться, опереться. Она даёт возможности какие-то в жизни детей, там и так далее, квартиру. Это называется корысть. Это корысть страсти. Имеет природу влюблённости. Человек думает, что он любит близкого человека. На самом деле он просто пользуется привилегиями противоположного пола. И всё. Настоящая любовь возможна только, если человек служит Богу, и в этом служении начинает чувствовать святость сначала в других, а потом в своём собственном сердце. И эта святость в своём сердце даёт ему возможность просто тихо, спокойно терпеть, принимать, служить близкому человеку. Сначала терпеть. Сначала надо близкого человека просто вытерпеть. Это очень сложно. Потом принять. А потом уже служить. Эти три стадии победы над своей судьбой очень сложны. Но когда человек уже начал служить близкому человеку, всё самое трудное в его жизни уже позади. Один мужчина, который верит в Бога, пришёл к своему наставнику и сказал ему, слушайте внимательно, это реальная история. Я знаю этого человека. Он пришёл к наставнику и сказал, я уже и это принял от своей жены, и это вытерпел, и это уже принимаю. И всё, всё, всё как бы уже принял и вытерпел. И у меня сразу возникает вопрос, а зачем мне тогда нужна семья? Может мне жить отречённой жизнью уже теперь? Потому что я уже на всё согласен. И всё принимаю. И наставник, знаете, ему что сказал? В ответ. Что? Да, только теперь ты будешь счастлив в личной жизни. Только сейчас придёт счастье в твою жизнь. Запомнили эту историю? Это ваша история, ваша судьба. Каждого из вас. Каждого будет именно такая история. И так, одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не могу понять, у нас семья, двое детей, у нас нормальная жизнь была, у нас всё было хорошо и с сексом, и с отношениями. Почему он меня бросил? Почему он нашёл другую девушку? И ещё я не могу понять, Олег Геннадьевич, почему Бог его за этого не порвал? Почему он там наслаждается, живёт там счастливо? У него завелись ещё какие-то другие дети в соответствии с вашими лекциями. Он должен вообще быть низвергнут. А он живёт и нормально, но при этом меня жестоко бросил, я осталась одна с двумя детьми. Уже не смешно, да? Теперь слушайте. Вот если человек живёт с близким человеком, просто из-за семьи, из-за детей, из-за школы, из-за дома, который мы строим, или квартиру, на которой мы копим, просто из-за того, что мы вместе спим в постели, у нас много общего, знайте, что вы потихоньку разрушаете свою семейную жизнь. Потому что всё это не является основанием, заставляющим человека остаться рядом. Единственным основанием, которое может заставить человека остаться рядом, является совесть. И эта совесть приходит в жизнь только в результате служения Богу. Если вы всё это время просто живёте и ходите на работу, но вы не начали думать о том, что такое святость, не повесили изображение святых мест, иконы не повесили в своём доме, не создали алтарь, не начали включать духовную музыку, не начали смотреть нравственные фильмы, не начали молитву, не начали освящённую пищу готовить. Если вы это всё делать не начали, совести в вашем месте, где вы живёте, в вашем доме не появится. И это значит, вот эта идея мечты в сердце близкого человека будет потихоньку тлеть. И в какой-то момент эта мечта придёт в его жизнь и разрушит вашу. И он забудет про то, что он любит своих детей. Понимаете, когда человек отравляется влюблённостью, эта влюблённость — страшный яд для сознания. Представляете, мужчина, который отравляется влюблённостью к другой девушке, у него остывает чувство даже к своим родным детям. Он даже к ним не относится так глубоко, как раньше. Они становятся получужими для него. Представляете, какая сила? То есть у него была семья, у него была любовь к жене, к детям. Всё разрушается просто этой влюблённостью к другому человеку. Так почему вы тогда боготворите это чувство и считаете его таким возвышенным? Что здесь возвышенного? Если такая сила разрушительная в нём находится. Так зачем тогда об этой влюблённости думать и мечтать? Оставьте её в покое. Пускай она живёт своей жизнью, а мы будем жить своей. Есть семья, есть дети, и слава Богу. Надо думать о Боге, жить для Него, и когда совесть придёт в вашу семью, никто друг друга бросать уже не будет с этого момента. Это невозможно. Совестливый человек бросить не может. Бог ему не позволит сердце. Итак, мы разобрали тему развода и их причины. Причина только одна — бездуховность. других причин нет. Есть ещё тяжёлая судьба. Бывает такое, что человек духовный, развитый, и всё равно разрушается семья. Это особое испытание, в котором человек обязательно получит свои награды, если он её пройдёт. Семейная жизнь не разрушает. Семья может разрушиться, но Бог может дать кого-то ещё дальше. Понимаете? Бывает такое, что семья разрушается в силу непреодолимых обстоятельств. Вообще, могут убить близкого человека, он может погибнуть. Всякое может быть. Но возможность жить вместе у такого человека не пропадает. Это просто испытание, которое должен пройти, и всё. Я не рассматриваю этот случай. Я рассматриваю тот случай, когда человек просто наслаждается жизнью и думает, что у него всегда будет всё хорошо. Это глубокое заблуждение. Нужно начать служить для Бога, совесть культивировать в семье, иначе шансов нет. 80% разводов сейчас у нас в стране, и это означает 80% бездуховности. В нашей стране люди на 80% бессовестны, не имеют в сердце глубоких отношений с Богом, к сожалению. Но мы должны поменять эту ситуацию с вами все вместе. Своим примером. Своим примером. И первое, что мы должны сделать, мы должны остаться в своей вере и углубляться в неё. Углубляться. Ничего не меняет. И так, вот эта тема. Жили-жили, плыли-плыли и приплыли. Кого вопрос? Да? Мужчины всегда, мужчинам интересно давать, мужчины более искренние в этом плане, если они задают вопросы. Спасибо большое. Ситуация была такая, что послушать много лекций, я решил, что перекерплю. И в последний момент, буквально неделю за дверью свадьбу, я почувствовал непреодидимый груз того, что вся семья вообще не любит и просто приданно пока прикалываться, считая меня каким-то необычным. Вы же необычный. Не знаю. Вы необычный. За мной тоже все прикалываются. И но любовь между нами не столь она чувственная, она не смогла пройти. Когда мне наставили сказали, чтобы я живился, я уже эту мысль оставил. И первая мысль, которая у меня возникла, это Анис. Хотя я продолжал искать других девушек. И как только у меня отношения вроде как начинались, все время приходила она, хотел написать, и я начинал опять вспоминать. Давайте короче. Да. Что получилось в результате? Мы не можем быть вместе. Хотя друг друга не можем быть. Не знаю, что происходит. А что происходит? вот что вам мешает быть вместе? Быть питанием. Значит, вы не готовы создавать семью? Вы не можете терпеть женские эмоции, да? Я поэтому могу. А что тогда не дает быть вместе? она вас не кормит что ли? Можно и так сказать. Не любит готовить, Любит, не то, что готовит. Она для себя готовит, не для вас, скажите, что вам нравится? Ну, тогда кушайте то, что она делает. мои хорошие, это означает, ну, вспомните стихотворение, как там? И не писай в мой горшок. А? Как там? А? Не играй в мои игрушки и чувствуете? Все это означает? Нет, это означает, что вы не готовы просто жениться, не созрели просто еще. Надо строить отношения, с ней продолжать общаться, но не в формате очень близких отношений, формате дружбы. Постепенно вы созреете, и она начнет готовить для вас, а не для себя, а вы начнете любить то, что она готовит. Это просто незрелость, нормально, люди созреваются, со временем все приходит. А? С мясом как быть? Ради вас она бросит со временем. Смотрите, он со мной торгуется, видите? А Геннадьевич сначала все-таки стулья, да, Игнать? Это ключевая, я просто не хотел разручивать. Сначала стулья, да, потом деньги? Я не знаю, какой эффект, у меня она не хочет уходить из дома с родителей и все время привязана к наставлениям твоих родителей. Каждая женщина привязана к наставлениям родителей. Приходится от мамы и если женщина не привязана к наставлениям родителей, неблагочестива. Благочестива женщина любая, привязана к наставлениям своих родителей. И в плане вот этих всех вещей, мясо-не мясо, женщине очень трудно поменяться, потому что она имеет стабильную природу, ей трудно. общайтесь, строите отношения на дистанции пока. Это вам, эта дистанция поможет обоим, а эта дистанция будет вызывать в ней желание развиваться, вас учиться терпеть женскую природу, женский характер. Женщины, послушайте внимательно, это сейчас для вас будет очень полезно услышать. Я ему сейчас очень сокровенные вещи, которые только в мужском клубе говорю. Сейчас скажу при всех, потому что он очень верит моим лекциям, и я сейчас ему дам наставление при вас. Это будет для вас, для всех женщин. Как вас зовут? Роман, дорогой мой, вы даже представления не имеете, что в личной женщине на самом деле в личной жизни женщины вытворяют. Вот то, что она сейчас делает, это просто цветочки. И мужчина все равно все это должен вытерпеть. Женщина, вы согласны? Теперь я еще продолжу. Роман, самое удивительное заключается в том, что они не хотят этого делать. Они всего этого вытворять не хотят и не могут с собой ничего сделать. Потом, когда они все это делают, они и говорят близкому человеку, что ну я женщина, и у меня вот так все происходит. А ты-то что выходишь с равновесия, ты же не женщина. Так ведь? Поэтому, Роман, будьте счастливы тем, что в этом мире есть женщины. Они нас делают крепкими, сильными, мужественными, отважными. И не пытайтесь найти себе кого-то другого в жизни. Если вы хотите создать семью, вам надо искать женщин. Понятно? Я не буду сейчас говорить про мужчин, потому что только женщины способны о себе слушать во время лекции правду. Мужчины сейчас все убегут отсюда и смогут это услышать. Бай такими, да? То есть мы жили-жили и приплыли. Давайте вот туда микрофончик. Женщины вы не обиделись на меня? Все нормально? Спасибо вам. Мужчина не лучше, честно вам скажу, вообще не лучше. Точно такие же. И тоже куча проблем. Здравствуйте. Здравствуйте. большое, мне дали мне задать вопрос. Я как раньше можно сказать о перепуте. Мы замужем дать лет это как раз было в случае когда он сильно меня а потом народ а два года назад он меня начал изменять потом я об этом узнала и я попросила измена измена но означает совести нет ведь в отношении правда у вас вы ведь занимаетесь духовной практикой насколько я знаю я вас уже не первый раз вижу на лекции то есть с этого момента начали другую жизнь и сейчас что происходит сейчас он тоже изменяет он сначала все пошло на поправку а потом в какой-то момент отношения стали довольно хорошими и он сказал что давай мы попробуем жить отдельно меня вроде к тебе уже и тянет но при этом я чувствую что это цель что я его должен и это меня отталкивает давайте отдалимся и мы как раз так и сделали я с ребенком приехала с его родителем он остался один это была ошибка была ошибка не надо было его отпускать вы позволили ему грешить совесть совесть или ответственность это и есть любовь то есть видите он вам сказал у меня к тебе есть настоящая любовь но я хочу наслаждаться жизнью а вы ему сказали ну иди наслаждайся нет ну он так и сказал что он просто не понимает что он говорит настоящая любовь это ответственность перед человеком а желание балдеть это не это не любовь он выбрал этот балдеж сейчас это путь в никуда понимаете это же ваш муж зачем вы ему позволили это делать а вот в этом случае не нужна была жизнь отдельно понятно это же никогда не остановится да вот получается уже за полгода мы вместе и теперь об этом пишет мне там и я не знаю я в принципе чувствую что серьезности в нем не появилось просто наверное охладел уже к ней вот и сейчас он в Амстердаме с ней пишет мне кажется там очень часто вот приезжает и надо что-то решить и он приезжает назад сюда что и вы общаетесь с ним как у вас близкие отношения с ним есть в это время еще вопрос в том что я получился жила с его родителями тоже не очень все складывалось это нормально это правильный выход с его родителями это хорошо она у нее не было желания ему говорить о том что он не прав она делает вам надо сейчас вам надо сейчас этому человеку ставить серьезные условия вести себя с ним очень строго но не отталкивать от себя надо ему сказать что он должен я готова жить с тобой должен порвать отношения которые у тебя сейчас есть должен делать то 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 и тогда я смогу тебя постепенно простить если ты всего этого не делаешь я не смогу принять это все но на самом деле на самом деле я не могу вы слушаете сейчас то что я говорю сейчас летит идет не о вас проблема заключается в том что вы не умеете воспитывать мужчин женщина слышите да женщина женщина это не губка женщина это не губка понимаете это не бесформенное существо с которым можно делать все что хочешь женщина должна она обязана воспитывать свою мужа строгостью и строгость надо проявлять не тогда когда он уже распустился когда только самые первые признаки этого пошли надо быть как скала сразу то есть надо в этот момент очень твердую позицию занимать это не означает ревность означает здравый смысл мужчину надо вот так сразу охлаждать когда у него появляется вот эти вот идеи какие-то и вы сейчас так должны себя вести вы должны поставить ему очень строгие условия совместной жизни и наблюдать дальше за ним не думая придет он назад или не придет сейчас уже в от вас ничего не зависит вы должны просто поставить условия и смотреть если его потянет назад вы должны строго очень себя вести не позволять больше ему этому человеку наглеть вообще в жизни и если он не сможет вернуться назад ваши строгие условия его успогают испугают это его проблемы это не значит что вы бросили этого человека понимаете это значит что вы сдали свой экзамен вот сейчас для вас не сдать экзамен сделать второй шаг в сторону вот этой распущенности вы сделали уже первый шаг но иди поживи один и не поизменяем не это первый шаг теперь второй шаг ну да я тебе принимаю живи как хочешь и делай все что хочешь это второй шаг его распущенности последствия необратимы пока бог хочет чтобы были вместе его тянет назад вы должны стать строгой с ним и при этом не не отвергать его это только с помощью бога можно сделать нужны духовные силы иначе у вас ничего не получится супер идея супер идея отлично если есть возможность нормально мне не лучше отдельно лучше с его родителями но если вы не можете отдельно тоже хорошо всего родителями до последнего момента лучше лучше всего родителями до последнего момента А вот просто проблема, что она говорит, как мне надо вести себя с ребёнком, что я себя веду неправильно. Это супер, это супер. Представляете, как она вас воспитывает, какую она пользу для вашего характера делает. Если вы научитесь снисходительно к ней относиться, если вы видите, что это грех так себя вести, вы можете аккуратно делать как надо, но при этом всегда её слушаться. Представляете, какую пользу для вашего характера это будет иметь в будущем. Ну я же могу согласиться, но мне надо именно не поступать так, как она говорит. Не обязательно. Если она греховная, что-то говорит, не обязательно так поступать. Может делать по-своему, но при этом уважать её мнение. Старшим нужно уважение. Это самое главное. Итак, мы переходим к третьей теме. Это победа над трудностями судьбы. У нас практически не осталось в племени. Давайте проведём небольшую такую обратную связь. Она нужна, потому что я пошёл на риск, на серьёзный, беря этот формат. Во мне было скучно. А кому было скучно? Кому хотелось больше образовательных таких вот моментов, больше знания, систематической подачи? Несколько человек. Вы готовы прийти на продолжение? Вот в этом формате. А вы, кто руку подняли? Пойдёт, да? Хорошо. Понимаете, есть два стиля подачи материала. Есть систематические подачи, которые разжёвывают всё по полкам. Вы, очевидно, недавно начали ходить на лекции? Нет, давно ходите? У меня много таких систематических лекций. Много очень, достаточно. А вот таких, которые вот так более жизненно всё разбирают, их мало. И их невозможно провести в аудитории, в которой только начинают меня слушать. Понимаете, есть только пару городов, в которые я приезжаю очень часто. Это Москва, Питер, Киев. И только в этих городах я могу такой формат проводить, как сейчас. Понимаете, в остальных местах это вообще невозможно. Нормально? Будем продолжать? Хорошо, тогда все сели прямо. Сейчас у нас будет тренировка. У нас есть фестиваль «Благость». И на этом фестивале я впервые рискнул и сделал одну вещь, которая потом произвела очень серьёзное впечатление на сознание всех людей, которые присутствовали, на моё сознание. Порядка 500 человек рано утром все сели, все вместе. Мы включили фоном православную музыку, поставили на алтарь изображение всё, что связано с верой разных традиций всех людей, которые были в этом месте. И каждый начал читать свою молитву. Кто-то повторял «Я желаю всем счастья», не имея молитвы своей. Кто-то молился. Все молились негромко, чтобы не мешать друг другу. И это мероприятие длилось час от самой молитвы. Результат был потрясающий. Люди просто были счастливы бесконечно. Многие говорили, что мы никогда не испытывали такого чувства, когда мы молились только в кругу своей веры людей. Знаете почему? Как вы думаете? Мои хорошие, потому что сейчас самое страшное, что может произойти в этом мире, это самое страшное, связанное с враждой, религиозной враждой. Люди сейчас убивают друг друга из-за веры. Понимаете? Из-за веры. Они разрушают свою жизнь, идя в смертный бой, или просто привязывают к себе какие-то взрывчатки и взрывают себя просто с невинными людьми рядом. Понимаете? Это всё происходит из-за того, что у нас нет представлений о том, что Бог есть не только в моей вере, а также и в других. Эти представления сейчас в мире очень важны. И несмотря на то, что есть много людей, которые сильно хотят, чтобы я перестал читать эти лекции, я буду продолжать это делать, потому что для мира это крайне важно сейчас, научиться уважать чужую веру. Именно из-за отсутствия этого уважения в этом мире провелось очень много крови. Самые большие разрушительные войны были именно основаны на религиозных противоречиях. Люди поубивали очень много людей из-за того, что они верят по-другому. Понимаете? Мы должны, мы цивилизованные люди, мы должны научиться как-то принимать друг друга. Понимаете? Научиться как-то так жить, чтобы не было вот этих вот развития, этих четырёх стадий разрушения мира. Первая стадия. Моя вера единственная, и неповторимая. Она лучше, чем все остальные. На этой стадии сейчас много и многие верующие люди находятся. И как они не говорят о мире между религиями, у них всё равно в сердце есть эта идея, и она очень глубоко сидит. Вторая стадия. Люди не моей веры. На самом деле эти люди нехорошие. Все люди не моей веры нехорошие, и только люди моей веры хорошие. Все остальные, они плохие. Третья стадия. Те люди, которые не моей веры, это исчадие ада. Понятно, что их не надо убивать, но и жизни хорошей им тоже давать не надо. Это зло. Всё, что связано с моей верой, это добро, а всё, что связано не с моей верой, это зло. Это третья стадия. И как вы понимаете, четвёртая стадия что означает? Убей неверного называется. Четвёртая стадия. Понимаете, да? Система. И как вы думаете, эта система Богом придумана или с кем-то другим? Подумайте на этот счёт, на и хорошее. Пришло время всему миру об этом подумать, потому что если мы об этом не подумаем все вместе, то дальше последствия будут очень печальными. Сейчас давайте включимся в молитву. Каждый молится своё в сердце. Мы вслух повторяем. Я желаю всем счастья. Каждый человек кланяется в своей вере, святыне. Представляем всё святое, что у меня есть. Ничего не меняем. Сегодня у нас большой праздник православный. Святой Дух не зашёл на посвящённых, на апостолов. И у нас сейчас будет играть православная музыка. Мы повторяем. Я желаю всем счастья. Мы кланяемся к святыне в своей вере и очень серьёзно слушаем тех, кто молится. Человек слушает молитву, неважно в какой вере. В данном случае мы будем слушать православную молитву. Человек соединяется с Богом. Когда люди вместе поют о Боге, то это соединение даёт огромную силу. Эту силу надо направить в сердце, сказать, я желаю всем счастья и покланяться святыне в своей вере. Вот это то, что мы сейчас будем делать. Эта практика совместная очень сильно помогает очиститься, освободиться от всех глупостей, которые живут в сердце и направить в свою жизнь в правильный рост. Это не значит, что люди должны разрушить храмы и всё-все объединиться вместе, создать какую-то общую веру, молиться все вместе по-разному. на самом деле самая глубокая молитва, самая лучшая всегда будет у человека только в его вере, только в его храме, только с его наставником рядом. Это самое глубокое, что может быть в жизни. Когда люди собираются так же иногда и все вместе, чтобы пожелать всем счастья, это самое лучшее, что может быть в этом мире. Самое глубокое, это в своей вере, а самое лучшее, это мир. Только в атмосфере мира можно молиться и углубляться в свою веру. Без мира этого сделать невозможно. Война разрушает всё.